Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях заместитель руководителя администрации Одинцовского района Михаил Каратаев. Здравствуйте, Михаил Владимирович! Добрый день! Я знаю, что уже стартовали подготовка к отопительному сезону 2019-2020. Что сейчас находится в центре вашего внимания? Подготовка к отопительному сезону начинается сразу после окончания отопительного сезона. Как ни парадоксально! Да, это традиционная работа, которая выполняется каждый год. Она начинается в мае и заканчивается в сентябре. В этом году мы планируем закончить все работы 15 сентября, а начать отопительный сезон по погодным условиям. Соответственно, сейчас мы ведем работы по всем направлениям, связанным с коммуникациями, а также работы по приведению домов в порядок после отопительного сезона и подготовка к новому отопительному сезону. На сегодняшний день у нас готовность уже превышает 40%. Коммуникации проверяются в первую очередь. Это котельные, это теплотрассы, это системы водоснабжения, системы канализования, системы электроснабжения и резервно-топливное хозяйство. Повторюсь, уже более 40% данных объектов подготовлены к зиме. Также в подготовку к зиме входит подготовка самого жилого фонда, то есть промывка систем, проверка систем, опрессовка, проведение плановых мероприятий по замене тех или иных элементов, запорные арматуры. И, соответственно, это все делается в рамках плана подготовки к зиме. И сейчас я в режиме еженедельно провожу контрольное совещание, на которых контролируем движение по графику подготовки. Если говорить о контроле, как все работы и кем контролируются? Все работы выполняются теми организациями, которые эксплуатируют объекты, то есть в отношении котельных и ресурсоснабжающих организаций. Это они самих выполняют, либо их подрядчики контролируют это техническим надзором, либо службой МОСАВС. Они участвуют в гидравлических испытаниях и участвуют в самих мероприятиях по пробным пускам. Если говорить о многоквартирных домах, то подготовку к зиме контролирует в первую очередь ГЖИ, а также контролируют жители. То есть все работы, которые проводятся именно в рамках подготовки к зиме, могут быть отконтролированы жителями. Для этого им достаточно обратиться в управляющую компанию. Михаил Владимирович, этой весной город Звенигород вошел в состав Одинцовского городского округа. Соответственно, объем увеличился. Как ведутся там работы, как ведется там подготовка к отопительному сезону? Да, город Звенигород добавил объемов. Там появились дополнительные котельные, появились дополнительные системы водоснабжения. И появилось более 250 многоквартирных домов, на которых также должны быть проведены работы по подготовке к зиме. На сегодняшний день Звенигород включен в все наши процессы. Соответственно, все мероприятия, которые входят в обязательное перечень работ, будут ими выполнены в срок также 15 сентября. Я так понимаю, как бы жилой фонд принят. Все-таки, как вы оцениваете состояние вот того объема, который вошел, в том числе с присоединением Звенигорода? Мы проводили совещание на территории Звенигорода. Это было в тот день, когда глава совершал визит, в том числе на хлебопекарный завод. Это когда впервые еженедельная планерка главы муниципалитета прошла на территории Звенигорода. После планерки как раз мы проводили штаб по подготовке к зиме на территории именно Звенигородского поселения. И проговорили те нюансы, которые есть. Основной проблемный вопрос, который возникает, это вопрос кровель. Очень много кровель требует ремонта. И этот ремонт будет произведен в летнее время для того, чтобы зимой жители не страдали от проливов. Но хочу отметить, что это будет текущий ремонт. То есть, это не капитальный ремонт с полной заменной крыши. А именно ремонт локальных тех участков, которые требуют замены вот сейчас оперативно. А на следующий год мы планируем подать заявку в фонд капремонта для того, чтобы максимально охватить вопрос кровель именно в Звенигород. Потому что на территории Одинцовского района у нас идет очень большой объем именно ремонта кровель. Мягких и двускатных. И это в том числе входит в этапы подготовки к зиме. Ежегодно летом отключают горячую воду. На две недели уже началось веерное отключение на территории Одинцовского района, на территории города. Отключают в определенном графике. Графики, естественно, жители все уведомлены о том, когда будет отключена горячая вода. Связано ли отключение горячей воды в многоквартирных домах, в том числе и с подготовкой к отопительному сезону? Зачем нужна эта процедура? Это не связано, это как раз и есть необходимая работа по подготовке к зиме. То есть мы на сегодняшний день отключаем горячую воду для того, чтобы иметь возможность остановить котельные, промыть котлы, промыть теплообменники, промыть тепломагистрали, промыть внутренние системы домов, опрессовать их и подать людям воду уже по проверенным трубам. Очень часто задают вопрос, ну там работают на один-два дня, что вы так долго делаете? Почему две недели? Ну, кстати, ведь это не просто данность современного времени, это ведь давно уже установлено, что именно на две недели отключают горячую воду и пишутся в связи с профилактическими работами на котельной. Все абсолютно правильно. Почему не такой срок? Не второй год, не второй год, это делается все время, как существуют централизованные системы отопления централизованного горячего водоснабжения. Это связано с тем, что однако оттельная питает множество домов и при нахождении повреждения на одном из участков тепломагистрали необходимо отключить всю тепломагистраль. Соответственно, проведя первичную работу, мы проводим первичные гидравлические испытания, при них выявляются поврежденные участки, эти участки берутся в работу, меняются, ремонтируются и следующие испытания проводятся. При них опять могут быть выявлены какие-то участки и так далее. То есть, это несколькоэтапная работа, то есть, она не делается в один раз, она делается в несколько этапов. И все эти этапы укладываются в те пресловутые две недели, которые с точки зрения технорей, это очень маленький период. Потому что им надо в этот период проделать очень большой объем работы. Прямо узкие сроки. Да, потому что у них же этих, я повторюсь, чтобы вы понимали, у нас 110 котельных и 2207 многоквартирных домов. И все это надо сделать, все эти работы должны быть проведены на всех этих объектах. А протяженность тепловых сетей измеряется сотнями километров. И все их надо пройти, посмотреть, если найдено повреждение, раскопать его, заварить, заполнить систему, провести гидравлическое испытание. Если еще где-то выявлено еще раз, то есть, этот цикл достаточно трудоемкий и по времени он получается очень сильно сжатый. Но благодаря таким работам зимой мы можем быть спокойны, что у нас все сети подготовлены, они гидравлические испытаны. И неприятные сюрпризы обойдут нас стороной. То есть, получается, если не делать отключение горячей воды на две недели, то, в общем-то, отопительный сезон может быть под угрозой. Да. Потому что, повторюсь, лучше профилактика, чем лечение. Как и у человека, так и в этих системах. Это практически живой организм, который живет своей жизнью. У него также меняется температура, в зависимости от температуры наружного воздуха. Но профилактические мероприятия позволяют ему работать без сбоев и позволят нам провести эту зиму в комфорте и тепле. Михаил Владимирович, при подготовке к отопительному сезону на что вы уделяете особое внимание? Что находится в центре вашего внимания? В центре моего внимания находится, в первую очередь, выполнение всех мероприятий, необходимых для сохранения системы отопления. Чтобы система отопления всегда находилась в исправном состоянии и имела запас прочности. Потому что в зимнее время авария на системе приводит не только к остановке системы, но и к дальнейшему размораживанию. При отрицательных температурах вода замерзает в трубах и разрывает их. Потом после этого запустить их очень сложно, лучше это предупредить заранее. Поэтому в первую очередь мы смотрим, чтобы котельные были исправны. Обязательно проводим гидравлические испытания и смотрим на состояние резервно-топливного хозяйства. Которое позволяет в случае сбоев на основных магистралях переходить на резервные. Если говорить о старте отопительного сезона, как он высчитывается? Когда вы даете отмашку? Кто нажимает на ту заветную кнопку? На заветную кнопку нажимают операторы на сетях, а отмашку им даем мы. При этом простая очень математическая формула. В течение пяти дней среднесуточная температура ниже 8 градусов. Это отмашка к началу отопительного сезона. То есть нам команду дает сама природа. Что вот уже стало прохладно и пора включать. Иногда бывают ситуации, когда мы начинаем раньше, когда видно, что температура падает слишком резко. Либо она держится в определенном диапазоне слишком долго. То принимается уже решение на основании тех метеопрогнозов, которые существуют. Но надо заметить еще, хотелось бы на это акцентировать внимание, что запуск самого отопительного сезона это не моментальная подача тепла в дома. Потому что очень часто существует вопрос, что вы вчера начали отопительный сезон, а тепла у меня еще нет. А тепло должно дойти до домов, системы должны прогреться, циркуляция должна быть восстановлена. Потому что даже если вспомним старые автомобилисты, выгоняя машину из гаража, они ее прогревали, прогоняли. Соответственно, все это должно прийти в рабочий режим. И на это требуется также время. Обычно это от одного до шести дней. Тепло в объекты социальной инфраструктуры подается раньше? Да. В первую очередь мы подаем тепло, это детские сады, школы, поликлиники. Потому что детки маленькие должны в первую очередь получить эту услугу. И для них это очень важно. Жители получают также тепло параллельно с детскими садами и школами. Просто там на первом этапе тепло быстрее появляется. Потому что в принципе эти объекты чаще всего расположены на прямых магистралях, которые сразу к ним позволяют подать тепло. То есть все здесь просто происходит, потому что оборудование быстрее запускается? Просто короче протяженность магистрали, которая подает воду, именно горячий теплоноситель. Но еще хотелось бы отметить, что кроме самих систем теплоснабжения, есть еще и так называемый контур отапливаемый. То есть наши с вами дома, они представляют из себя закрытый тепловой контур. И в этом тепловом контуре есть окна, есть двери. И через эти объекты происходит потеря тепла. В ходе подготовки к отопительным сезону также обращается внимание на состояние стекления, состояние уплотнения окон, уплотнения дверей, доводчики дверей, утепление самих трубопроводов в подвалах. И наличие всех необходимых мероприятий по приведению в порядок, если что-то было там повреждено, сорвано. Но чаще всего у нас основные проблемы, которые есть в тепловых контурах, это жители за лето снимают доводчики, снимают вторые двери, потому что у нас тамбурные двери обычно устанавливаются. Это реально большую экономию дает по именно сохранению тепла. Соответственно, эти двери назад устанавливаются перед отопительным сезоном, что позволяет как бы снизить теплопотери именно уже из домов. Буквально на днях в Одинцово прошел форум «Управдом». Что принято по результатам и довольны ли вы тем, как поработали? Форум «Управдом» у нас проходит регулярно. Каждый квартал по инициативе правительства Московской области и Министерства ЖКХ эти форумы проводятся на территории всей Московской области. Мы у себя традиционно в конце каждого квартала в Одинцово собираем управдомов в администрации, в актовом зале. Обсуждали вопросы благоустройства, обсуждали вопросы изменения тарифов и обсуждали вопросы, которые волнуют жителей. И многие вопросы удалось снять прямо на месте. Хотелось бы отметить, что форум прошел в очень конструктивном разрезе. Жители задавали интересные и злободневные вопросы. Очень интересная получилась дискуссия по поводу засора конституционных труб в домах. Потому что из нескольких домов были представители, у которых произошли засоры. И у нас был диалог, который заключался в обсуждении причин, почему происходят засоры канализации именно внутри многоквартирных домов. Я со своей стороны дал пояснение, что на сегодняшний день система канализования домов это в практически 100% случаев самотечные системы, которые очень надежные. То есть там ломаться практически нечему. А основная причина выхода их из строя и из левоканализации внутрь подвалов – это их засоры. А засоры чаще всего в большинстве случаев происходят по вине тех, кто сбрасывает в канализационную систему вещи, которые там не должны находиться. В первую очередь предметы гигиены, детские памперсы, подгузники, чего только там не находят. Вплоть до кирпичей и одеял. И как это не парадоксально звучит, но даже с виду такая безобидная вещь, как кошачий твалет, это при спуске в канализацию 100% за ее забивание и необходимость разбора канализационного стояка либо трубы для того, чтобы извлечь эту скомковавшуюся уже субстанцию. И в первую очередь это неудобство для жителей. Поэтому мы проговорили данный вопрос и пришли к выводу, что необходимо провести дополнительную разъяснительную работу с населением, для того, чтобы они понимали, что канализационная система несет для нас комфорт, для жителей получает комфортную среду, но пользоваться ей тоже надо с умом и не разрешать детям или еще кому-то сбрасывать туда все, что хотелось бы. Поэтому на этом вопросе у нас была очень интересная дискуссия, жители рассказали, какие у них были случаи из-за ссоров. Со своей стороны могу сказать, что было понимание, что это очень важный вопрос. И со своей стороны могу заверить, что все управляющие компании, которые эксплуатируют эти системы, они обязаны в максимальные сроки устранять засоры канализации и не допускать затопления подвала фекальными стоками. Но при этом жители должны тоже понимать, что их доля ответственности за хорошую работу системы в их доме… За правильную эксплуатацию. Да, правильная эксплуатация, как это ни странно звучит, она в первую очередь начинается с самого жителя. А уже потом эксплуатирующая организация должна обеспечить, чтобы при правильной эксплуатации все было хорошо. Тогда будет меньше поломок, аварийных случаев и меньше беспокойства со стороны других жильцов многоквартирного дома, которые в этой ситуации становятся отчасти заложниками. Да. Спасибо, Михаил Владимирович. Будем готовиться дальше к отопительному сезону. Спасибо большое, что пригласили. Рад был пообщаться. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на телеканале УТВ. До свидания. Продолжение следует...